Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как приблизить власть к народу и какая роль в этом процессе отводится общественникам? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель региональной общественной организации «Свежий ветер» Юлия Копылова и председатель правления Центра военно-патриотического воспитания «Контингент» Алексей Родионов. Ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Юлия Алексеевна. Здравствуйте. Несмотря на то, что сегодня жаркое лето, стоит такая жара, проходит процесс, собственно говоря, реформы местного самоправления, одна из задач которого – приблизить власть к народу. И вот на эту серьезную тему мы будем говорить сегодня. Сегодня я хотела бы услышать от вас, как вы видите, как можно это сделать, какие у нас есть возможности сегодня у всех сделать этот шаг и приблизить власть к народу. То, к чему мы всегда стремимся, о чем, собственно говоря, постоянно говорим, но реально, вот что можно сделать, какие есть возможности для этого? Ну, сегодня, на самом деле, благодаря политике нашего губернатора Николая Ивановича Меркошкина идет процесс реформирования и идет процесс увеличения роли общественников в управлении нашим с вами городом. Поэтому созданы общественные советы в каждом микрорайоне. И люди, которые пришли в общественные советы, это очень инициативные граждане, которые каждый пришел с какой-то своей, может быть, или программой, или с какими-то своими действиями для того, чтобы реализовать ту программу, которая вот сегодня продвигается в нашем регионе. Кроме того, у нас еще сегодня проходит предварительное народное голосование. Юля, и я прочитала, что вы не только стали его участницей, но и победительницей. Расскажите, пожалуйста, что это такое вообще? Что требуется жителям? Что им нужно знать, и не только знать, но и сделать? Вообще, на праймерис я пошла для того, чтобы для себя посмотреть, как население, жители оценивают мою работу общественную на протяжении 5 лет, с 2010 года. Потому что с 2010 года мы трудимся в Куйбышевском районе. И, к счастью... Вас оценили? Оценили вашу работу? Да, оценили работу. Это накладывает, конечно, определенные обязательства. Потому что мы проводили встречи с жителями. Вот у меня там напечатаны вопросы, напечатаны какие предложения комиссии мы будем сейчас прорабатывать. Какой плюс у этих общественных советов? Есть же у нас ТОСы, да? Казалось бы, зачем ТОСы? Опять еще общественный совет. Просто общественных советов люди подбираются из разных сфер деятельности. Это медицины, это образование, это ЖКХ, представители, которые могут людям на их обращение на месте ответить. Потому что не всегда председатель ТОС компетентный, да? Она не является, допустим, работником ЖКХ, да? Ей нужно какие-то бумаги писать. Вот. А вот это напрямую работа. Алексей, вот вы входите в общественный совет микрорайона. Скажите, пожалуйста, зачем это вам нужно? Вы занимаетесь таким серьезным направлением, военно-патриотическим воспитанием. Кроме того, вы, наверное, работаете еще. Да, есть у вас основное место работы. И тут еще общественный совет микрорайона. Ну, смотрите, нас пригласили принять участие в общественном совете микрорайона, зная, что мы в течение уже большого продолжительного времени занимаемся именно военно-патриотическим воспитанием молодежи. Несмотря на тот ряд, который сегодня есть проблем, это вот, ну, мы общаемся с жителями дворов. И говорят, вот у нас благоустройство, там у кого-то фасад, у кого-то, значит, внутренний ремонт. Но вторая по значимости проблема – это среда обитания, это подростковый досуг. То есть можно хорошо сделать красивый двор, а на следующее утро будут что-то сломаны, или лавочки сломаны, или что-то еще. Поэтому это то самое направление, чем мы сегодня занимаемся, оно реально очень востребованное. Потому что много молодежи, и, как правило, ну, рисует граффити кто у нас? Не бабушки же, пенсионеры, правильно? А рисует молодежь. Поэтому вовлечение молодежи в подростковые клубы, в какие-то спортивные секции – это одна из основных задач, которая позволит нам благоустроенные наши дворы и оставить в том виде, в котором они появились после благоустройства. Понятно. Вот хоть Юлия и сказала, что в эти советы входят специалисты различных сфер, все-таки к нам в студию часто очень приходят депутаты и говорят о том, что в рейтинге проблем на первом месте стоит ЖКХ, сфера ЖКХ. И люди обращаются чаще всего к депутатам, чтобы решить, там, труба, крыша, ремонт, еще что-то. Вот вы готовы вот в эту сферу как-то вот внедриться, окунуться и помочь все-таки людям, несмотря на то, что вот у вас свои направления. После общения с жителями, я могу так сказать, все-таки ЖКХ не на первом месте стоит. Как ни странно. У нас за последние годы были достаточно существенные изменения. У нас были установлены площадки во дворы, у нас много было территорий благоустроено. И вот, как говорит мой коллега, да, не организован досуг граждан, не закрытые какие-то фоки, да, там на 113-м нету места, куда можно пойти закрыт. Последний спортивный зал в школе, значит, вообще недопустим, да, 4 тысячи жителей. На Сухой Самарке тоже как бы нету, у нас еще есть там Олимбов куда-то. Вот эта проблема сейчас, она для людей более значима, чем даже ЖКХ. Понятно. Алексей, вот скажите, чем вы сегодня занимаетесь? Вы стали участником вот этого предварительного народного голосования, праймерис. Вот какие у вас задачи, вот что вы должны сделать, чтобы люди вас заметили, отметили? На самом деле мы занимаемся давно, а сейчас мы просто продолжаем заниматься. Мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. На самом деле третья проблема, которая существует, это досуг молодежи. Третья? Почему третья? Потому что первая проблема, это благоустройство, вторая проблема, это, наверное, дороги. И третья проблема, это молодежи. Да, у вас свой рейтинг какой, как интересно. Нет, это не то, что, это вот то, что мы прошли по дворам, пообщались с местными жителями, и то, что мы услышали реально. Потому что машины, которые стоят на газонах, это молодежь ставит машины. Сломанные где-то лавочки, это, как правило, не ветераны, не пенсионеры их ломают, это тоже молодежь. Мы провели работу, 141-й школе, мы планируем открыть в начале года, уже сейчас ведем активную работу, Центр патриотического воспитания, который будет охватывать весь промышленный микрорайон. Значит, мы провели несколько военно-спортивных мероприятий, как то игра «Зарница». Мы планируем реализовать на территории микрорайона «Надежда», который входит в промышленный район, Тимуровское движение. Это сегодня очень актуально, я думаю, не стоит объяснять, что такое Тимурова команда. Но вот такая программа, она позволяет сегодня сформировать среду обитания, и тем самым спасти, ну скажем так, то, что будет отремонтировано или уже отремонтировано. Понятно. То есть вы смотрите вперед. Это вклад в наше будущее, это вклад для наших детей. Юлия, ну вы у нас так прогрессируете, вы уже победитель вот этого «Праймерис». А что будет дальше? Вот дальше что вы? Где вы будете принимать участие? Да, как я и говорила, что я выдвигаюсь вводить кодатуру по одномандатному избирательному округу номер 2. Еще не говорила. Кубышского района. Да, просто, может быть, мы часто сейчас об этом говорим, поэтому в день очень много и встреч, очень много потом работы с обращениями, и все это совмещается с основной работой, поэтому, конечно, достаточно плотный график. То есть вы будете претендовать на звание районного депутата? Да, депутата районного совета. Депутата районного совета. И вы тоже, Алексей, да? Вот вы сейчас на каком этапе? На самом деле у нас голосование еще впереди, но скажу сразу, что независимо от голосования, выберут жители меня, не выберут жители меня, мы будем продолжать ту работу, которую мы делаем, потому что для нас это очень важно на самом деле. Вот это очень хорошая позиция. Не делать ради чего-то, да? А тем более, если у вас уже такой стаж. Я хочу сказать, что к нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Вот адрес конкретный, Алексея Толстого, 128, улица Некрасовская, в первом подъезде прорвало в подвале. Задыхаемся, обращались везде. До сих пор никто нам не может помочь. Что нам делать, Валентина Ивановна? Я немножко вопрос переформулирую. Вы можете в ходе своей предвыборной работы решать вот такие проблемы, о чем я раньше, собственно говоря, и говорила? А Некрасовская какая? Алексей Толстого, Некрасовская улица. Алексей Толстого. Просто у нас в Некрасовской есть офис, у нашей общественной организации там тоже были такие проблемы. И как они решаются? Самарский район, можно записать адрес, давайте потом запишем. Да, и мы также позвоним своим коллегам, мы спросим, они отрабатывали вот такой вопрос, либо передадим им. Но все-таки у вас есть готовность вот к решению таких проблем? Конечно, для этого мы, да, собственно говоря, пошли. А вообще вот то, что депутатов районных советов станет больше, вот как вы на это смотрите? Потому что, как говорится у семьи, нянек дитя без глазу. Если же отвечает один депутат вот за свой большой район, и как хорошо, и весь спрос с него. А тут вот, тут я, тут вот еще, и тут вот еще семьи, семнадцати там, или сколько-то. Ну вот смотрите, в промышленном районе раньше было 9 депутатов городских, которые, ну скажем так, обслуживали 270 тысяч жителей. То есть получается, что один депутат практически на 30 тысяч. Соответственно, и людям было тяжело его увидеть, и ему, наверное, на всех временах не хватало. Сегодня создано 20 микрорайонов, по два депутата в каждом микрорайоне, соответственно, на 10 тысяч человек, ну порядка двух, наверное, человек получается. Соответственно, они будут ближе к народу, и до них будет проще достучаться, до них будет проще с ними встретиться, что-то пообщаться. А какие, вы уже знаете, какие у вас будут возможности, вот потом, чтобы решать, вот какой механизм действия? У депутатов же больше полномочий, больше каких-то вот и функций, да, в разрешении каких-то проблем. Вы уже вот интересовались, что у вас будет, вот чем вы будете владеть потом, когда, если все будет хорошо? Ну, во-первых, когда будем писать официальные письма, будем подписываться, что депутат данного района, районы будут обязательства отличать в очень короткие сроки и рассматривать наши предложения. И также хочу дополнить вот предыдущий вопрос, а мы же сами жители этого района, поэтому вот когда мы приехали, допустим, на Сухой Самарку на эти встречи, жители говорят мне, да, проблема, а я же у всех знаю. Я говорю, так, вот это не сказали, вот это не сказали, вот это. И к пяти еще опять добавила. Ну, просто вот нет вот этих вот людей, а я вот дополнила список, как говорится, про которые мы будем работать. Алексей, а вы живете тоже вот в этом микрорайоне, в общественный совет, в который входите? Нет? Противоречий никаких не возникает с этим? Ну, смотрите, на самом деле, мы работали по всему региону с 2012 года. Это и Чапаевск, и Тольятти, поэтому для нас география железнодорожная и промышленная абсолютно. Мы работали с частью школ, у нас на микрорайоне две школы. Мы с этими школами контактировали раньше, то есть практически как бы мы знаем детей, мы знаем вот эту проблему, а внутримикрорайонные проблемы, они в каждом районе практически одинаковые. Понятно. Следующий вопрос от Татьяны. Несколько лет уже уничтожается зеленый покров на Дачной 31. Здесь посадили деревья, они сохнут, я их поливаю с пятилитровой бутылки. Почему же никто другой не поливает? У нас город на Волге, и что, шлангов не хватает, или они дорогие? И есть ли вообще газонокосилки? Вот экологическая тема ближе, наверное, все-таки Юли. Ближе. А в городе вообще, вот газонокосилки в городе вообще есть или нет? Вот этой темой мы сейчас будем плотно заниматься, потому что у департамента благоустройства есть такие программы, когда они высаживают деревья, вот, но опять же, проблема, они высадили, а дальше должны жители, да, ухаживать. Опять вопрос, за чей счет будет эта вода. Сейчас же все частное, это к одному дому, это к другому дому. Вот, и здесь, конечно, нужно будет уже на городском уровне дома, через городскую дому принимать какие-то решения, вот, визжать какую-то программу для того, чтобы это было, конечно, поливалось. Очень много деревьев высаживаются, вот, но надо провести, конечно, анализ, сколько из них выживают, потому что это, ну, это видно всем. На городском уровне, вот вы видите, можно ли решить эту проблему на городском уровне, как это сделать? Вот какое-то видение представления есть у вас? Ну, я также являюсь членом общественного совета городской дома, и есть полномочия выносить предложение для того, чтобы, допустим, какой-то проект заложить в бюджет. Также мы рассматриваем бюджет, и мы смотрим, куда деньги выделяются, на какие парки. Допустим, внести газонокосилки, вот что предлагаете, зрители, можно, чтобы они были. Да, мы можем внести предложение, чтобы, да, было либо утверждено на следующий год бюджет, либо в этом. А был положительный опыт, это сквер речников, также у нас на сухом замарки. Вот, в 2011 году я начала работу, писали-писали письма, и так, конечно, это все быстро, как хотелось бы. Но, тем не менее, да, были заложены деньги, была произведена установка света, вырубка старых деревьев посадили новые, все хорошо растет. Не доделали, конечно, фонтан, поэтому придется вернуться к этому проекту, да, потому что фонтан, ну, не так все просто. Там оказалось, откуда опять он будет питаться, хотя там рядом берег Самарки есть, да, то есть можно, казалось бы, элементарно трубу там положить и качать свою воду. Очень много работы, но есть куда стремиться. Да, вот когда Юля, это я для Алексея говорю, для телезрителей, приходила к нам в прошлый раз, мы, она такое слово интересное сказала, главное, наверное, ключевое в прошлой нашей беседе, это общность. То есть очень важно, чтобы была общность какая-то, не вот не сам депутат, не сами там жители поодиночке, а вот общность. Скажите, Алексей, у вас есть такая задача, кроме решения каких-то конкретных проблем и задач там по военно-патриотическому испытанию, сделать ваших жителей активнее и создать вот что-то общее? И как вы это планируете осуществить, если есть такая задача? Мы называем это средообитание, то есть это там, где находятся люди, там, где они живут. То есть если взять отдельно, это чей-то двор, это микрорайон, это дальше район. То есть средообитание своего двора, оно во многом зависит от жителей. Мы вот сейчас были на встречах и нам говорят, что мы хотим делать программу двор, в котором мы живем, но, к сожалению, у нас нет старших по подъездам. То есть люди не соорганизованы. Мы встречаемся и говорим, давайте мы вам поможем, давайте мы подойдем, пообщаемся с каждым конкретным. В каждом доме, в каждом подъезде практически есть инициативные люди, но они, к сожалению, не соорганизованы, все еще привыкли жить по такому моменту, что нам все должны. А для того, чтобы что-то реализовать, какую-то программу сегодня, нужно, допустим, собрать какое-то количество подписей дома. И вот для многих, допустим, проблема собрать подписи дома для того, чтобы реализовать программу. Вот это та среда обитания. Если вы хотите жить хорошо, то надо всем вместе этот вопрос попытаться решить. Поэтому вот как-то так. Вы как-то, Юля, продвигаетесь вот в решении вот этих проблем? Еще дальше, еще. Да, у нас есть такой проект и добрососедство, и самарские вечерки, когда мы, основываясь на традициях наших предков, проводим мероприятия без алкоголя, куда можно прийти с детьми, с бабушкой, с дедушкой, водим хороводы, беремся за руки, вот это вот прикасание. Это как раз и есть те мероприятия, их не так много в городе, хотелось бы больше, которые сближают нас. И потом этим, в чем сейчас проблема? Мы общество, да, не знаю, еще в большом счете своих традиций, и стесняющихся их, даже мы стесняемся надеть народный костюм, да, ну как это так? Вот, мы смотрим на другие нации, которые танцуют, и которые активны, и говорим, ну вот, ну да, все про какие-то, да, вот они приехали, они здесь нам навязывают. Да, они гордятся, у них такие чувства испытывают, когда даже танцуют, да, гордость. Вот, а мы, когда видим, даже вот мы проводим мероприятия на улице, мы людей зовем, пойдемте к нам все, ой, нет, 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 для них это вот как какой-то маскарад, как что-то отдельное, вот, а мы их притягиваем, чтобы они сами непосредственно принимали участие. Эти моменты, да, к сожалению, были упущены в истории, да, вы пытаетесь... Да, мы сейчас пытаемся, да, мы пишем на эту тему грант, в прошлом году мы выиграли грант, а у департамента административной реформы успешно. В этом году мы этот грант в другой департамент отправили, культуры, но, к сожалению, у нас нет ответа положительного, поэтому своими силами тоже это требует денежных затрат. Понятно. Алексей, а в вашей в деятельности общественной присутствуют гранты? Потому что понятно, что заниматься вот таким серьезным проблемой тоже нужно финансы. Что же тут скрывать, если вывезти куда-то там подростков, что-то организовать масштабное, бесплатно это не сделаешь? Ну, вот смотрите, мы все практически годы работаем за счет личных средств членов нашей организации. Хотя вот недавно нам помогли, мы выиграли грант по проведению Дня военно-морского флота, который состоится 26 июля на набережной около Ладии. Хочу всех телезрителей сразу пригласить. Значит, это будет реконструкция, это будет очень хороший праздник семейный. В том году мы подобное проводили, там было больше 10 тысяч зрителей. То есть это преемственность поколений, когда люди приходят с семьей, с своими детьми. Ну, вот этот грант нам в этом году администрация дала. Мы очень благодарны за это. Вот Юля уже сформулировала свое видение, как вот решить вот эти все проблемы общности в средообитании. И все-таки вот тема военно-патриотического воспитания сегодня, в связи с тем, что происходит у нас в стране, выходит чуть ли не на первый план сегодня, потому что мы сейчас все оглянулись и поняли, что у нас как бы патриотов, и вот если вдруг что, то и кто встанет, и что начнет защищать. У вас вот есть свое видение, каким должно быть это военно-патриотическое воспитание? Потому что когда начинают пафосно говорить, там о чем-то громко, да, получается негативный вообще обратный эффект. Ну, вот смотрите, у нас есть уже примеры. Мы долгое время работаем в Чапаевской коррекционной школе-интернат, и один из проектов, который есть, это Тимур и его команда. То есть, когда дети-сироты целенаправленно помогают ветеранам Великой Отечественной войны. То есть, есть частный дворик, они приходят, что-то помогают, что-то реализуют. И вот мы хотим на территории нашего микроэнда тоже возродить Тимуровское движение. Это на самом деле уже Александр Борисович Фетисов сказал, что это должно быть повсеместно, потому что это имеет под собой очень серьезные корни исторические. История, основания, да. Да, это когда вот дети-подростки помогают бабушкам, это когда дети-подростки помогают благоустраивать двор. Как благоустраивать? То есть, не мусорят раз, не ломают два, ну и, соответственно, выходят на субботники. То есть, получается такая общность двор, в котором мы живем, как это было раньше, много-много лет назад. То есть, вот одно из мероприятий, которые мы планируем реализовать. Понятно. Ну, знаете, в последнее время все больше сталкиваюсь с тем, что мы возвращаемся все чаще к советскому прошлому. Сейчас вы еще раз это подтвердили, вот Тимура и его команда уже давно забытая, как бы старая. Но молодежь-то сегодня на другом уровне. А что-то новое, такое прогрессивное, и вот на совсем вот таком уровне новом у вас есть, чтобы привлечь в другой вот, ну, Тимуровцы, ладно, это вот определенного склада. Вы говорите, молодежь на другом уровне. На каком другом уровне? То, что они сегодня ушли в квартиры, сели в интернет? Ну да, это вот эта интерактивность наша. Я считаю, что это, наоборот, уход даже не в будущее, это уж уход в никуда на самом деле. Потому что раньше молодежь выходила во двор, на турник. Для них основное было, кто сильнее, кто умеет подтянуться, кто умеет потом правильно пойдет в армию, кто сможет защитить свою родину. А сегодня все ушли в интернет. В результате мы что с вами получили? Вечером вышли, когда стемнело, попили пиво, потом опять ушли в интернет. И это не возвращение в прошлое, это просто попытка вернуть то, что было очень хорошо раньше. Были многие положительные моменты тогда. Ну да, конечно, от всего отказываться никогда не нужно, и все равно история развивается по спирали, как говорится. Я хотела бы еще раз, чтобы наши телезрители поняли, что сегодня происходит с этим процессом приближения власти к народу, в чем вы сегодня участвуете, и что нужно от самих жителей, вот что сегодня происходит, где они должны принять участие, что они должны высказать, какое мнение, и где это можно сделать. Вот, Юля, так как вы все уже прошли, вы можете сказать? Были пикеты, где каждому жителю, абсолютно каждому жителю... Они в районе происходят? Да, они в районе. Можно было проголосовать. Стояли ребята с флагом, было написано, выбери своего кандидата, и все кандидаты были в основном с этого района. Может быть, не конкретно с этой улицы, а с этого двора. То есть, если кто-то заехал в гости и проходит, нельзя, да, голосовать за кого-то? Да, должны быть жители, в большом счете. Ну, как бы, заезжие наши особо-то не подходят. И потом по количеству вот этих вот, значит, голосов, палеусов выбирается наиболее, набравший наибольшее количество голосов и становится победителем. Когда у вас, Алексей, вот эта компания... Ну, ты еще не совсем-таки единственная, просто кандидатом, да. К кандидатом. А голосование уже будет в сентябре. Да, 13 сентября. Алексей, у вас когда в правовышленном районе... 19 июня у нас начинается микрорайон «Надежда». Потом 22 и 23 числа. То есть, три дня оно будет проходить на разных улицах. Ну, соответственно, каждый житель микрорайона сможет подойти и проголосовать за человеком, которого... Да, то есть, они и вас уже должны знать. Конечно. И визуально, и по делам, и тогда уже голосовать. Да, до праймериза еще кандидаты, они ходят по дворам, общаются непосредственно с жителями, и можно лично задать вопрос. Ну, лично в седе, я думаю, что... Отдам свой голос, не пойму, я не знаю, что... Да, возможно, можно... Юля, честно скажите, много было вот таких вот этих вот голосов? Много приняло участие? Вот много опускало там вот в эти вот урны вот этих вот? Или нет? Потому что вот такое ощущение, что это новое, и не все к этому еще даже готовы. Да, многие не понимали, что это за голосование. Вроде официально где-то о выборах речи нет, а здесь вроде тебе предлагают проголосовать. Но достаточно много. Я вот, по-моему, по двум дням смотрела, там, 290. Честно говоря, вот с вопросами настолько вливаешься в работу... Ну, были. Главное, чтобы было. Чтобы ответить, да, чтобы даже не успеваешь отслеживать. Да, по большинству выбрали. Первым, кто меня поздравил, это был журналистка с Самарской газеты. У нас в выходные горело болото на Сухой Самарке. Мы бегали с пожарниками, тушили. И она говорит, о, поздравляю тебе. Я говорю, с чем? У тебя такие хорошие результаты. На сайте посмотрели «Единая Россия». Вот, то есть можно где-то все это открыто, и все это можно... Да, да, то есть там сразу итоги можно посмотреть. Понятно. Ну, как говорится. Вот так ты бы узнал. Да, сейчас, секундочку. Сергей, следующий вопрос. На Сухой Самарке бассейн работал ровно неделю. Лучше сделать спортивный комплекс. Детям негде, не о чем заниматься. Белорусская, 180, 106, 112. Все заросло на детской площадке. Помогите нам. И я тоже могу вам помочь в этом. Вот. Как раз, наверное, он знает. Есть у нас такой центр, торговый центр Междуречия. Как торговый центр он несколько себя изжил. Я думаю, мы сейчас рассматриваем такую возможность. Может быть, там сделать что-то. И кинотеатры, если будет возможность. Потому что строить, построить новые хотели, пока не видим где, как бы. Вот. Также я могу сейчас рассказать, какие конкретные проекты я писала. Писала проекты по двум спортивной площадке. Белорусская 20 и Белорусская 115. К сожалению, они не реализованы. Хотели их реализовывать с Волжским социальным банком. Ну, не получилось. Вот. Потом, естественно, бассейн. Хотелось бы тоже у самой двое детей. И хочется ходить куда-то заниматься, чтобы не ездить в город. Вот. А потом у нас также есть проблема. У нас отсутствует пляж официально. Несмотря на то, что у нас две реки Самарка и Татьянка. По Самарке знаем забор вдоль. По Татьянке лодочные станции понаставили. Столбы ведут. С этим боремся. Сейчас готовлю письмо в прокуратуру, чтобы хоть как-то остановить. Вот. Пляж мы сами благоустраивали в 2010 году. Приводили туда КамАЗа песка. Естественно, от песка ничего не осталось. Все смыло. Вот. Все эти проблемы мы знаем. Ну, вот. Сергей оставил свой телефон. И так как он готов помочь, это плюс, так как он инициативный житель, пожалуйста, возьмите в свою копилку. Нам очень нужны инициативные жители, потому что иногда, конечно, не хватает рук. Элементарно звонят, я на работе, да, в городе. Вот там строят несанкционированную автостоянку. И надо на месте кому-то приехать, чтобы сразу полицию вызвать или что-то среагировать. А нету никого на самой Самарке из общественников. Поэтому нам нужны люди и телефоны. Алексей, а вы нашли уже такую поддержку в лице инициативных жителей? Вот вы внедрились в этот микрорайон, новый для вас и для ваших, и для жителей, которые там проживают. Вы новый человек. Вы уже вот кого-то нашли, такого человека инициативного, который вас поддерживает? Такой ощутили поддержку? Не совсем правильно слово «внедрились». Мы пришли работать, мы пришли работать надолго. Нас поддерживают сегодня директора школ, которые там находятся, потому что для них наша работа очень востребована. Нас поддерживают местные жители, для которых есть дети. Это средний возраст, это старший возраст школьный, потому что они реально понимают, что вот сегодня лето, сегодня дети на улице. Ведь смотрите, что происходит. Родители вынуждены работать практически 20 часов в сутки. Поэтому ребенок в школу пошел, из школы пришел и предоставлен сам себе. Поэтому вот среди такого категории населения у нас очень хорошая поддержка в микрорайоне. Поддержка есть. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Предлагаю посмотреть сюжет, чтобы было все-таки понятно, что такое праймерис и предварительно народное голосование. И затем мы будем завершать беседу. Пожалуйста, сюжет. Знаем, кого выбираем, говорят жители поселка Шмидта. На предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия», они сделали свой выбор в числе первых. Варвара Чочиева уверена, благодаря тому, что теперь своих будущих депутатов жители знают лично, а не только в лицо, жизнь наладится быстрее. Это наш поселок. Хочется, чтобы он выглядел намного лучше, чтобы для детей что-то делалось. Ну и для нас тоже, для жителей поселка. Потому что не безразлично к жизни поселку. Все кандидаты – это все наши люди, которых мы лично, я вот знаю давно, очень много лет. С 1986 года знаю. С некоторыми я работала, общалась. Людей надо знать близко. Не вот на расстоянии, а близко знать их дела, что они могут, их возможности, что они могут, как они это выполняют, свои обещания. Благоустройство дворов, новые детские площадки. Чтобы проголосовать за обновление района, на пикет на пересечении улиц Урицкого и Оксакова жители шли с самого утра. Местная активистка Антонина Касимцева уверена, никто не останется в стороне. Знаю этих людей, встречались мы с ними, они приходили к нам, обсуждали все вопросы. Ну, в общем, наш дом и наши ближайшие дома, они все будут голосовать обязательно. Куйбышевский и Железнодорожный стали первыми из девяти районов Самары, где пройдет предварительное народное голосование. До 26 июня пикеты будут работать в каждом районе города по три дня. По итогам голосования определятся победители, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Это человек, который здесь проживает, который здесь находится 24 часа в сутки, человек, которого лично все здесь знают, которому бегут всегда за помощью. Такие в будущем депутаты, я надеюсь, они могут представлять интересы и понимая всю локальную повестку той территории, на которой они проживают. Потому что, несмотря на то, что у нас городской округ Самара, но город очень большой. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвуют порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей в городской думе будут 284 депутата. Так, вот вы одни из таких участников. Скажите, пожалуйста, очень у нас немного времени остается. Настрой людей, когда вот вы приходите с своими компаниями, предложениями и разговариваете с людьми, он более позитивный или негативный все-таки в настоящее время? Вот как сегодня относятся к тем, кто хочет стать только депутатом? С доверием или нет? Смотря с чем вы приходите к людям. Если они знают вас уже по делам, если они знают, что вы не столько говорите, сколько делаете, то они относятся к вам с доверием. То есть это главный критерий? Это главный критерий. Юлия, у вас какой позитивный настрой или все-таки... Ну, давайте сразу говорим, людям интересно их двор, не проблема в целом, а конкретно их двор, их дом. Ну, это психология. Да, вот ключевое слово, локальное, вот то, что с ними рядом. Да, и поэтому, если они... Юлечка, спасибо большое, к сожалению, время вышло. Спасибо и вам, Алексею, за участие, за вашу активную позицию. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok